Когда хочется поднять себе настроение в серый день, вот идешь и смотришь на такую красоту. И я вас беру с собой. Давайте посмотрим. Цены, конечно, не очень радуют, они достаточно высокие, но посуда реально очень красивая. При всей моей любви к винтажной посуде красивая современная посуда тоже вызывает очень приятные эмоции. Вот эти сервировки, они такие весенние, воздушные, с уже оттенками действительно молодой зелени. Дальше мы увидим сирени, розовые, красивые тона. Когда я рассматриваю современную посуду, мой глаз обязательно цепляет винтажные элементы, которые я вижу в современных чайниках, сахарницах, их очень много. Недаром говорят, что новое это хорошо забытое старое. Вот посмотрите на эти формы, ведь это же винтажные формы. Очень красивый цвет подставных тарелок. А вот эти вот фужеры и стаканы, вазочка, ну это же ведь просто вот цвет купоросного стекла, который был в моде в 60-е годы. Очень много было посуды, стекла из купоросного стекла. Ну вот посмотрите. Это же ведь оно и есть. Ну только современное стекло, естественно. Нежные розовые подставные тарелки и розовое стекло. Фужеры и стаканчики, ну воздушная такая весенняя сервировка. Ну и искусственные цветы гортензия. Вот эта сервировка понравилась фиолетовыми оттенками, нежными, сиреневыми, лавандовыми. Ну я вообще люблю такие цвета, поэтому мне, конечно, приятно было очень рассматривать. Вот и красивые разводы такие, как мраморные на фарфоре. Милая такая сервировка и очень красивые бокалы. Белый фарфор – это классика. Он всегда в моде, никогда не выходил из моды и продолжает оставаться актуальным. Это столовая классика действительно, и она подходит под любые ситуации. И под праздник, и под будни. Ну действительно смотришь и наслаждаешься. А вот супницы, они опять входят в моду, и форма ее тоже очень узнаваемая. Вообще здесь такие симпатичные, видите, и соусник. Все, все винтаж, пожалуйста, только в современном исполнении. Белая сочетается как с золотом, так и с серебром. А вот эту форму стопочек вы узнаете? Ну конечно узнаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мой любимый фиолетовый цвет, ну прям заворажил меня. Очень красивые вот эти вот бокалы. Такой интересный подсвечник в форме осьминога. Вот такой я, честно говоря, первый раз увидела. Забавный. А на многие тарелочки и на некоторые другие позиции Эпицент предлагает довольно хорошие скидки. 30%, 40% и даже в некоторых вариантах 50%. Вот эти современные блюда или подносы мне тоже очень понравились. И опять же такие, в них есть дух винтажа. В 80-х годах прошлого столетия вот такое цветное стекло было тоже очень в моде. Было много салатниц разноцветных. И желтый, и синий, и розовый. Ну вот, мы тоже увидели кое-что похожее на это. Вот посмотрите, например, вот эта розовая и перед этим желтенькая салатница. Формы очень и очень узнаваемые. Ну и конечно, я не могла не зайти в цветочный отдел. Смотрите, сейчас февраль, а тут уже лилии цветут, лето. Лето рядом с весной. Посмотрите, какие милые первоцветы. Они радуют глаз, поднимают настроение. Ведь уже так хочется весны. Везде много сердечек, потому что скоро День Святого Валентина. И тот, кто празднует этот праздник, то может вот тут себе присмотреть какие-то милые подарочки. Ну какая же красота! Просто я стояла и наслаждалась этими цветами. Спасибо, что погуляли вместе со мной, понаслаждались красотой. Обязательно подписывайтесь. Не забывайте про подписку. Это очень важно. Ну и комментарии, конечно же. Ну а пока мы с вами прощаемся. Пока-пока. До новых встреч. И не забудьте подписаться на канал. Надеюсь, вам было интересно. Я смогла хоть немножко поднять вам настроение в этот серый февральский денек. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok И всех с наступившим годом дракона. Субтитры сделал DimaTorzok